Присутство Римя, достойность Состояния Небесного. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В программе «Слово истины» сегодня гость из Москвы, священник Фёдор Лукьянов. Ирей Фёдор Лукьянов родился в Москве. В 1999 году окончил МГИМО. Китаист, владеет китайским и английским языками. Окончил магистратуру экономического отделения Российского университета дружбы народов. Имеет специализированное образование в области биоэтики. Окончил Московскую духовную академию. В 2006 году рукоположен в Сан-Дзьякона. В 2015 году в Сан-Ирия. При правительстве Российской Федерации является членом Совета по вопросам попечительства в социальной сфере. Автор роликов социальной рекламы «Сохрани меня.ру». В семье священника шестеро детей. Здравствуйте, Отец Фёдор. Вы являетесь председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Это церковное послушание или Ваш выбор? Вы знаете, вот так в жизни бывает, что Господь видит наше внутреннее желание сердца и определяет согласно этому наше жизненное послушание. Вот милостью Божией в моей жизни так и совпало, что давно уже мы с отцом Дмитрием Смирновым занимались защитой жизни детей. И потом, для меня неожиданно, но Господь так управил, что такое послушание определил по благословению Святейшего Патриарха, возглавить комиссию и продолжить дело отца Дмитрия. Так что в данном случае это всё совпало. Батюшка, какое место занимает семья в Вашей жизни? Семья, если это брать в личном измерении, это основа нашего земного бытия с точки зрения малой церкви. Потому что вообще первая на земле церковь, это была церковь как раз семейная. Адам и Ева, это был первый ковчег Божьей церкви на земле. Первичное соотношение между мужем и женой, это действительно особенный, духовно заложенный в природу человека. Вот факт. Если ты единство имеешь с своей супругой, ты можешь очень много сделать и очень много раскрывается того, что заложил Господь в обоих. И тогда получается, что нет никакого противоречия. Домашние в данном случае становятся соратниками, сотрудниками и как раз вместе идут благовествовать Христа. А сколько у Вас детей? Шестеро детей. Ну и те детки, которых мы опекаем с матушкой, их тоже очень много. Есть в том числе и те, которые родились у тех женщин, которые сначала хотели сделать аборт, но мы их отговорили. Это тоже мы как считаем, тоже как наши детки, тоже стараемся им помогать в меру сил и возможностей. Но часто, часто очень действительно после четвертого ребенка теряется ощущение чужой ребенок, не свой, все дети становятся свои. Отец Федор, какова за последнее время статистика в России по абортам? Ну, официальную статистику, которую нам дает Росстат и Минздрав, она примерно, страшная статистика, конечно, примерно полмиллиона абортов в год. Но она, конечно, не отражает реальное количество убитых детей. И люди, которые неформально, так сказать, мы общаемся, представители того же Министерства здравоохранения, они говорят, что эту цифру можно смело умножать в три раза. Потому что есть еще и химические аборты, есть аборты в частных клиниках, которые не заинтересованы в том, чтобы давать статистику. Совершенно непрозрачны в этом отношении. Поэтому, конечно, статистика больше. А если учитывать еще и вспомогательные репродуктивные технологии, где огромное количество потерь эмбрионов, которые, так сказать, зачинаются в ходе этих процедур, то, конечно, цифра гораздо выше. Батюшка, недавно вышел потрясающий фильм «Право выбора». Вы, наверное, его видели. Мы не просто видели, мы даже ездили с этим фильмом по регионам Российской Федерации, в частности в Новосибирск, в другие города России, и показывали этот фильм, потому что он очень много людей пробуждает от этого духовного сна и заставляет взглянуть на это не как на какую-то рутинную процедуру, и вообще не как на медицинскую манипуляцию. Это мистический момент. И когда человек просыпается, он уже другой, он уже и сам готов другим людям объяснить, что если в России продолжатся аборты, то России не будет. Современная практика родовспоможения оказывается так устроена, что на сегодняшний день аборт выгоднее для врача и роддома, чем рождение ребенка. Поэтому очень часто именно врачи склоняют женщину к прерыванию беременности. В медицине очень большая часть врачей, которые относятся прежде всего к педиатрическому сообществу и к сообществу неонатологов, она очень как раз настроена на сохранение защиты жизни детей. Проблема в том, что алкушеров-гинекологов у нас готовят, исходя из определенных протоколов, определенных внутренних регламентов Министерства здравоохранения, которые не соответствуют, на мой взгляд, совершенно этическим стандартам. Во-первых, должен быть единый стандарт общения с пациентом на территории всей страны. Вот сейчас мы, входя в Совет предправительства Российской Федерации, представители Патриаршей комиссии настаивают на том, чтобы был введен единый стандарт общения с пациентом и, конечно, полный запрет на агитацию в пользу аборта. Чтобы сразу с первых слов врач говорил женщине, не ставя ее перед этим страшным выбором, сохранять, не сохранять, а сразу рассказал о тех льготах, которые государство для нее вводит. А вводит достаточно много сегодня льгот. И одна из этих льгот – это то, что женщина, уже становясь на учет в женской консультации, сегодня начинает получать пособие. Вот этот момент тоже, введение этого пособия при постановке на учет – это тоже результат работы нашей Патриаршей комиссии. Мы просили, чтобы был размер полтора мрот, ввели половину мрот, но это хотя бы один шаг, серьезный шаг именно в сторону поддержки еще нерожденного ребенка. Это уже сегодня введено в нашей стране. Поэтому очень важно женщине об этом сразу рассказать, поздравить ее с тем, что она беременна. И поэтому вот этот единый стандарт, введение этого единого стандарта, как мы считаем, сегодня поможет спасти тысячи жизней, детских жизней в этом отношении. Что-то в этой ситуации можно изменить? В чем выход? Выход в том, чтобы изменилось сознание общества. Знаете, тут надо глубоко обратиться к вопросу, а в чем вообще причина абортов? Почему люди делают аборты в нашей стране? Почему мужчины, подчеркиваю, то, что мужчины агентируют своих женщин за это? К сожалению, они не подписывают ничего, а надо бы, чтобы они подписывали. Откуда вообще это абортивное мышление? Интересный момент, что по опросам одна причина, то есть то, как люди объясняют, что они сделали аборт, а в реальности другая причина. Мы тоже исследовали этот вопрос очень глубоко и выяснили, что это связано как раз с позицией окружающих людей. То есть вот она главная причина. Как считают близкие, как считают родственники, и, как правило, даже давят на девушку родная мать. Например, очень часто агитируют за аборт, будучи сама причастна этому злу. Один из путей выздоровления – это признание, что это зло и отречение от этого зла. Еще одна причина аборта, наверное, в том, что матери не воспринимают ребенка в утробе как полноценного человека, а они считают его просто биоматериалом. Так воспитывают сегодня медиков у нас, к сожалению, что это не человек. Хотя вся наука говорит о том, что это живой человек. Вот это тоже надо пересмотреть, эти стандарты подготовки молодых сотрудников медицинских учреждений. Но объясните вы, что это уникальный генетический материал. Когда ребенок, так сказать, зачинается, то вот это уникальное совершенно генетическое его сочетание – это новый генетический организм с точки зрения биологии, это с точки зрения духовной, это уже новый зачатый человек. Конечно, у него сразу же есть душа. Это тоже надо говорить. Вот все об этом скажет священник, но дети должны это понимать. Вот, ну, смотрите, есть кафедра биологии Московского государственного университета, есть ее официальное заключение о том, что он не является частью организма матери. Что еще нужно нашим уважаемым коллегам в медицине? Да, вот, надо обязательно это говорить. И, конечно, всегда вспоминать примеры евангельские, что маленький Христос и маленький его пророк Иоанн Претеча общались еще до рождения. Жизнь человека начинается до рождения, с момента зачатия. Поэтому есть и зачатийский монастырь, да, и так далее. Поэтому, что для нас очевидно, для христиан понятно, оно должно быть понятно для всего общества. Вот, и как бы девушка ни говорила, ну, мы же не говорим, что она вынашивает биоматериал. Как это? Значит, кого говоришь, ты вынашиваешь? Ребенка. Ну, все, она сама ответила на свой вопрос. Значит, если ты вынашиваешь ребенка, значит, у тебя в животике ребенок. Отец Федор, считается ли в православном христианстве суррогатное материнство и метод ЭКО грехом? И почему? Методика ЭКО, она сразу заставит насторожиться, потому что ЭКО предполагает экстракорпоральное, то есть внетелесное зачатие человека. То есть это уже вопрос к естественному зачатию, да. А вот, конечно, это неестественное зачатие человека. Плюс к этому, вот многие сегодня православные говорят, что есть, так называемое, православное ЭКО. Нет никакого православного ЭКО, нет никакого там очень уж там этического ЭКО. Дело в том, что при любой процедуре ЭКО риск гибели ребенка не сравним с естественным зачатием. Как бы, что бы ни говорили. Даже когда берется единственная яйцеклетка, как говорят, ну вот мы же одну возьмем и попробуем зачать. Но когда вот так вот делается, одна берется и попробует зачать, вероятность, что он выживет, где-то 7%. Выживет в конце и родится уже в конце. То есть там риск есть, что имплантируется, не имплантируется, и, так сказать, разовьется, не разовьется, и родится. И вот если вот учитывать все эти факторы, что, как правило, еще берется после определенного возраста уже женщина, это яйцеклетка единственная, то вероятность, что малыш выживет. То есть риск для малыша 90%. Вот готова женщина своего ребенка с 90% гарантией поставить, например, на краю обрыва, или на трассу, где идет постоянное движение автотранспорта. Ни одна женщина своего ребенка на дорогу не выведет. А желание, вопреки сложившейся ситуации, все равно зачать ребенка, оно бывает иногда сильнее, чем логика, и чем даже нравственное чувство у человека. Я только раз встречал желающих сделать ЭКО. Это прям такое вот, скажем, навязчивое чувство любым способом получить малыша. Я говорю, а что если, ну вот как обычно все бывает. Женщины говорят, мы сейчас тебе поможем. Вот, ну взяли для порядка, взяли одну яйцеклетку, но не получилось. Так, потому что в большинстве случаев так и не получается. Но тогда придется по обычным способам. А обычным способом как? Взять снова несколько яйцеклеток, попытаться всех их оплодотворить. Ну и понятное дело, так как 70% эмбрионов всегда имеют нарушение хромосомное, хромосомное, которые зачинаются именно во время этой технологии ЭКО. Вот раз они имеют нарушение, идет преимплантационная селекция. То есть предлагаю женщине, ну ты же не хочешь, чтобы тебе ребенок был больной? Не хочешь. Ну давай вот выберем самых жизнеспособных эмбрионов из тех, которых ты зачала. Но если такая этическая, то такая вот, так сказать, милостивая, давайте заморозим остальные, вот у тебя будут они заморожены для успокоения твоей совести. Понимаете? То есть идет бесчеловечный бизнес на этом всем. Да, ведь еще женщина еще и платит потом за то, чтобы хоронить этих несчастных замороженных детей, которые некачественные. И мне одна женщина написала, говорит, я, к сожалению, увидела выступление священника, который агитировал за ЭКО. Если бы я не увидела это выступление его по телевизору, то я бы не пошла на это. Но вот так другой батюшка меня отговаривал, но один батюшка сказал, что это допустимо, и поэтому сегодня у меня кладбище, говорит, из 12 детей, а в 8 у меня заморожено. И батюшка, вот что мне делать? Поэтому сегодня, конечно же, вот, я сказал бы так, что любые способы ЭКО, они несут повышенный риск смерти детей. Поэтому на мой взгляд, на мой личный взгляд, это моя личная позиция, вот я считаю, что благословлять ЭКО не стоит. Ведь это еще сопротивление воли Божьей. Если Господь не дает детей, значит, есть причина, и надо смириться или измениться. Тут еще очень важный момент. Знаете, я знаю, когда люди, то есть у нас не так уж много бесплодных людей. Вообще генетическое бесплодие, оно примерно, это где-то доля процента населения. Нам сегодня говорят, ну какая доля процента? Вот у нас, говорят, где-то 10% всех пар бесплодные. Да, но это не генетическое бесплодие. Это бесплодие приобретенное. А здесь это очень серьезный вопрос. Это приобретенное бесплодие. Почему? В чем основная причина бесплодия сегодня? Их две основных причины. Первая — это беспорядочная жизнь и беспорядочные половые контакты. То есть человек себе просто инфекции набирает, и инфекция временно делает его бесплодным. А вторая причина бесплодия — это аборты в истории жизни вот этой пары, которая пытается сжать ребенка. Поэтому любое бесплодие лечится, если человек меняет образ своей жизни. То есть раньше доктор спрашивал, как вы живете? И на основании этого он определял стратегию лечения. Сегодня доктор уже про это не спрашивает, согласно современным стандартам. Он спрашивает, что у вас болит. Он обслуживает, он совершает какую-то услугу, выполняет какую-то услугу. Он не спрашивает, как вы живете. Именно поэтому ЭКО сегодня убило индустрию лечения бесплодия, которая продолжалась год, два, три. Сегодня полгода Минздрав тебе условно по протоколам посылает лечить бесплодие. Он говорит, ну полгода не получилось, идите на ЭКО. Понимаете, то есть получается наше министерство лоббирует вот эту сомнительную, с этической точки зрения процедуру. Лоббирует в ущерб индустрии лечения бесплодия. Вот очень важный момент. Потому что оно лечится, и как показывает практика, если человек соглашается изменить образ жизни, ведет жизнь, просто нормальную, воздержанную жизнь в добром супружестве, возвращается его продуктивная функция. И я сколько знаю примеров, когда у людей не было по 7 лет детей, и по 8 лет детей, а потом как горошек, у них сейчас многодетная пара, как горошек они посыпались по благословению Божьим. Вот поэтому, конечно же, надо уповать на помощь Божию, и, конечно, не прибегать к подобного рода технологии. Плюс еще одно последствие ЭКО, это онкологии. Жанна Фриске, Анастасия Заворотнюк, все были женщинами, которые проходили протокол ЭКО. Полгода назад я венчал супружескую пару, молодую, относительно молодую. Мне очень попросили поторопиться, я говорю, а в чем дело? Вот знаете, вы уже на четвертой стадии рака, мы хотим повенчаться, муж ее говорит. А почему-то, что случилось? Да мы вот, третий протокол, уже третья попытка ЭКО, и вот это последствия ЭКО. Об этом запрещено говорить в медицинском сообществе, потому что это рушит вот этот вот бизнес, ЭКОшный бизнес, но рушит за счет, так сказать, правды. Мы должны говорить правду, и что женщина подвергается риску онкологии очень серьезного. Отец Федор, как-то в одной из проповедей вы сказали, что среда, в которую родители отпускают детей, даже не нейтральна, а враждебна. Какие опасности для души ребенка существуют сегодня в социальной детской среде, в детских садах и школах? Конечно, нельзя никогда говорить, что вот действительно вот эта среда, она абсолютно нейтральна, она даст ребенку самостоятельно, ничего подобного, она прямо склоняет его, и чаще прямо склоняет к злу сегодня. Сегодня зло очень заразительно, это вот пример, это те, скажем, ужасные игрушки сегодня, да, и поветрия, которые возникают среди маленьких детишек, распространяются, особенно через социальные группы, социальные сети. То есть, не дай бог, если ребенок в смартфоне сидит, то очень быстро через тот же ТикТок он как-то усваивает вещи, ну, например, как Хаги-Ваги, там, да, или флешмобы, когда это связано и с развращенным поведением, тем же Хэллоуином, к примеру. Вот, поэтому, конечно же, надо максимально внимательно смотреть, с кем ребенок общается. Если видишь, что другая семья своих детей кормит вот этим вот, к сожалению, суррогатом, да, вот это вот, ребенок постоянно в смартфоне, постоянно копирует какие-то нормы поведения для нас совершенно неприемлемые, то надо, конечно, поменять окружение, поменять круг общения своих детей. Нет в этом ничего такого обидного, вот, что мы с кем-то можем не общаться, ну, так сказать, надо охранять своих детей от зла. А в самом детском саду у ребенка должен быть такой хороший духовный иммунитет. Если ребенок верующий, а дети, если им не мешать общаться с Богом, очень быстро с ним начинают общаться. Вот я для этого, поэтому всем родителям всегда рекомендую, не заслоняйте Господа от своих детей. Сразу им рассказывайте, кто их главный отец. Когда ребенок, Бога воспринимая как своего отца, он сразу считает, что он хороший. Это очень важно. Когда ребенок считает себя хорошим, то есть добрым по природе своей, когда он считает себя сыном или дочерью небесного отца, тогда ребенок осознанно начинает сражаться со злом. Уже в этом маленьком возрасте, когда ему искушает злой дух, приходят помыслы. И задача этих помыслов, как правило, только одна, чтобы ребенок ассоциировал себя со злом, соединял себя со злом. Посмотрите, как хитро устроена сегодня индустрия пропаганды этого зла. Она стремится, чтобы ребенок принял монстров, принял злых персонажей, как часть самого себя. Как бы привык к ним и внутренне оправдал это зло. А как раз если ребенок с детства приучен к общению с Богом, Бога считает своим отцом, тогда он будет отвергать зло. Он говорит, ну Господь же сверг дьявола с небес, он отверг все зло, он борется со злом, Господь побеждает зло, и я буду побеждать. То есть ребенок как отец небесный, так и ребеночек за отцом небесным идет в этом отношении. И здесь мы, как родители, должны быть как раз ему, как соратники и помощники, скорее помощники Богу в воспитании детей на земле. Отец Федор, сегодня заходишь в магазин детской игрушки, как в комнату ужасов. Ни одной нормальной куклы, одни уроды, монстры и всевозможные чудовища, которые разрушают детскую психику. По сути, это гарантия будущих неврозов. Для меня загадка, почему родители-то не чувствуют опасности этих игрушек для детей? У родителей потеряна духовная чувствительность, и чаще всего они ориентируются на просьбу самого ребенка. В принципе, родители не настроены покупать монстров. Понимаете, своим детям не настроены. Но ребенок просят, дети просят. То есть, сегодня родители идут на поводу детей, а дети, в свою очередь, на поводу тех рекламных технологий, которые сегодня действуют. Вот как эта система устроена. У Васи уже есть монстр, а у меня еще нет. Или родители, например, неосмотрительно ставят различного рода мультфильмы детям. То есть, не фильтруют, что дети смотрят. И естественно, что дети заражаются вот этой гадостью. Поэтому надо на уровне государства делать цензуру, конечно, в этом отношении. Прямо настоящую цензуру. Потому что цензура, она носит характер еще и художественный. Она еще эстетически носит характер. Чтобы просто безвкусные вещи и безобразные вещи не портили сознание детей. В этом нет ничего плохого. А внутрисемейная должна быть цензура. Когда мама с папой говорят, слушай, ну ты же понимаешь, ты должен понимать, что это зло, сыночек. Но чтобы нам апеллировать внутри к сознанию ребенка, что это зло, мы должны сначала ему объяснить, что он сын добра, он сын самого Бога, он дитя того, кто есть источник всякого блага для человека. Поэтому ему чуждо должно быть зло. Тебе что, дракон, нравится? Посмотри, какая гадость. Когда ребенок понимает, кто такой дракон, кто был свергнут с небес архистративом Божиим Михаила, по указанию Божиим, что это действительно, что дракончик вовсе не милое создание. А сегодня ведь и это легализуется в сознании детей. Образ дракона входит через мультфильмы, через приручить дракона. Ведь не все понимают, родители, что первая серия фильма, она предназначена для них, как правило. Чтобы они отпустили ребенка, дали посмотреть вторую и третью часть. А вторую и третью часть родители вообще не смотрят. А во второй и третьей части главная идеологическая обработка ребенка происходит. Так вот, во второй и третьей части приручи дракона говорится о том, что ребенок сам должен стать драконом. Понимаете? То есть, иными словами, прямое соединение со злом. Потом ребенок с такими большими глазами говорит маме с папой. Мама с папой, вы же не понимаете, дракон, он добрый на нас. Они добрые на самом деле. Да, это у них такие зубы, такой злой вид, но это только внешне. А внутри они добрые. Понимаете? То есть, ребенок уже принял вот этот злой образ внутри себя. Вот, принял, потому что с ним работали опытные психологи через эти мультфильмы. А родители пропустили удар. Вот, поэтому я призываю всех родителей встать на защиту своих детей, обращаться исключительно к образцам классики. И то очень внимательно в этом отношении и ориентироваться на русскую православную церковь. У нас в прошлом году в Краевой библиотеке организован был конкурс ужасы книжных страниц. Я вам показывала, что бедным детям пришлось рисовать. Как вы прокомментируете это, когда сами взрослые толкают детей в сферу инфернальных сил? Это означает, что вот эти девочки уже, взрослые девчонки, которые его проводили, взрослые сотрудницы уже сами заражены этим злом. Мы же не общаемся с зараженными людьми и говорим, слушай, пойди, как-то выздоровей сначала, потом уже иди работай с детьми. Правильно? Ведь люди не приходят больными работать с детьми. Вот так же и здесь. Руководители детских учреждений должны смотреть. Если сотрудница спокойно относится к образам Хэллоуина, что потом она скажет этим детям, что потом она делать будет, поэтому, конечно, это вопрос духовного здоровья. Вот вдруг приходят родители и говорят, ребенок покончил с собой. Как так? Благополучная семья, хорошая школа, прекрасная учеба. Что случилось? Почему это произошло? Да потому что вы не видели своего ребенка. Вы не видели, какую пищу он поглощает. И вот эти, как раз, вроде бы как невинные ужасы, они не просто намеренно создаются, они создаются с целью только одной — поработить душу ребенка и направить ее к самоубийству. У дьявола только одна задача, он понимает, как он может забрать душу человека только через свою цель. Поэтому, как правило, вот эти ужасы, этот, скажем так, рисунки монстров, которые входят в жизнь ребенка, задача одна, чтобы он перестал ощущать зло злом, перестал ассоциировать зло с чем-то чуждым для его души. Вот эта легализация зла — это первая и удачная попытка, ведущая потом к уничтожению личности человека. То есть это тот самый чужой, который заходит в душу человека. Поэтому надо ребенка с детства научить духовной гигиене. Видишь отвратительного монстра, скажи об этом взрослым, скажи, папа, тут гадость, мама, тут гадость, она хочет пойти в мою душу, скажи, сделай что-нибудь. И знаете, как родители, когда они начинают реагировать на это, в магазинах начинают подходить. Вот у нас есть родительская палата, это союз родительских организаций. Многим членам мы когда рассылаем про того же Хаги-Ваги, очень многие родители просто у себя в городе останавливали это безумие. Они приходили, делали заявление, писали заявление, и вот эти вещи останавливались. Мы можем сегодня очень много сделать ради безопасности наших детей. Если мы реагируем на это, как родители приходим, мы говорим, это наносит моему ребенку ущерб нравственный, ущерб эмоциональный, эстетический и так далее. Уберите, пожалуйста, эту гадость и всеобщее обозрение. В современных киносказках тоже смешивается добро и зло. Яркий пример «Последний богатырь». Это тоже для психики ребенка, по-моему, вредоносно. Вы знаете, вот я знаю даже, кто эту студию возглавляет. Мне очень хотелось бы, чтобы люди, которые, судясь, возглавляют, они себя считают православными даже, понимаете. У них есть духовник. Пускай они посоветуются с этим духовником на предмет вот этих вот фильмов, которые они снимают. Они потом хотят быть оригинальными, привлечь публику. Но это дешевый и безнравственный способ привлекать публику за счет игры со злом. А что-то такой вот, а что давайте сделаем доброго Кощея. А давайте у нас там Змей Горыныч будет вот друг такой. Во-первых, они не будут оригинальны с этой историей. Это уже не оригинально сегодня. А во-вторых, они пытаются сделать некий эпатаж за счет нравственности людей, детей в том числе. Понятно, что это маркировка возрастная, определенная, что для возрастной категории. Но не стоит играть с глубинными архетипами человека. Вот можно снять прекрасный фильм, который будет основан на традиционных архетипах, вот этих глубинных образах, вот, и который будет тоже популярен не меньше, а то и больше. И учат добру. Конечно. Спрос на добро сегодня колоссальный. Батюшка, сегодня гаджет можно увидеть даже в руке дошкольника. Хотя ученые бьют тревогу и говорят, что раннее общение с гаджетом тормозит умственное развитие. С какого возраста безопасно давать ребенку это устройство? Мое мнение на этот счет очень консервативное и нацелено на здоровье духовных детей. Я считаю, что до 18 лет ребенку категорически противопоказан смартфон. Прямо вот как алкоголь и, так сказать, иные вещи, которые запрещены для детей до 18 лет, так и должен быть запрещен смартфон как устройство. Потому что сама форма подачи информации, она травмирует сознание, психику ребенка. Его систему восприятия, его способность работать с текстом, оно делает его фактически интеллектуально и нравственно ущербным. Вот поэтому до 18 лет в нашей гимназии смартфоны запрещены. Вы окормляете гимназию? Расскажите чуть поподробнее. Гимназия «Свет» была основана отцом Дмитрием Смирновым более 30 лет тому назад. Это гимназия уже с историей. Там прекрасный педагогический коллектив в городе Москва, она расположена. И у нас полноценное обучение с первой, с начальной школы и до старших классов. Конечно, когда мы вводили такие нормы, некоторые семьи возмущались. Я думаю, даже многие уйдут после этого. Да, ушло несколько, 5 человек у нас ушло, но 20 стали в очередь на наши классы, потому что люди понимают, какова цена сегодня свободной личности. Человека, не связанного технической стороной, а способного читать и воспринимать тексты, способного общаться. У нас очень много началось школьных походов, межклассового общения, компании снова школьные появились. То есть дети вообще, они просто не вернулись в нормальное состояние. Вот я считаю, что за этим будущее, что это действительно... И это, кстати, на Западе те самые элитные школы, в которых учат дети многих наших чиновников, они как раз то же самое, они запрещают все мобильные устройства на территории школы, по крайней мере. А простые кнопочные телефоны у них есть? Кнопочные телефоны могут быть, конечно, для связи с ребенком и так далее. А вот именно смартфон, чтобы ребенок сидел по уши в интернете, вот у нас категорически запрещено. Вот, и это совершенно оправдано, и через какое-то время, когда ломка заканчивается, у тех, кто на этом сидел, вот, люди приходят с благодарностью. Еще одна тема — пирсинги и татуировки. Эту моду умело ввели в сознание нашей молодежи. Есть ли в этих увлечениях опасность для бессмертной души? Мы знаем, что нанесение письменных обозначений и каких-либо знаков на тело является греховным, поскольку все, что нужно, Господь нам дал для нашей телесной жизни здесь, на Земле. Вот, и татуировки, и пирсинг, они связаны с определенной физиологией человека. И эта индустрия познается по плодам. Как правило, начинается все с одного похода в тату-салон, а заканчивается попыткой чуть ли не все тело сделать татуированным и попыткой проколоть себе все, что возможно. Это тоже момент такой духовного повреждения, когда боль становится частью удовольствия. Понимаете? То есть это работает психологический такой механизм, связанный с духовным сильным повреждением человека. Вот, поэтому стоит тысячу раз подумать, потому что не надо нарушать заповеди Божии, не надо наносить письмена на свое тело, вот, ибо даже посмотрите каталоги тату-салонов, посмотрите внимательно, какие там знаки, какие там обозначения. Там очень много оккультной символики. Вот, и человек фактически наносит на себя определенные знаки, даже иногда заклинания. Вот, я как китаист могу сказать, что люди не знают значений иероглифов, и китайских иероглифов, в том числе, которые наносят себе на различные части тела. Поэтому, а надо иметь в виду, что часто слово имеет силу, и написанное слово тоже имеет силу. Вот, поэтому многие люди говорят, вот, интересно, сделал татуировку, и жизнь стала меняться. Ну, конечно, ты сам призываешь определенные силы в свою жизнь. Поэтому не стоит с этим заигрывать и лучше украшать себя добродетелями. Они гораздо лучше, чем татуировки. Отец Федор, в последнее время по телевизору участились передачи о необыкновенных способностях человека, о предсказателях, инопланетянах, о людях, занимающихся восточными практиками. Все это воспринимается подростками, да и взрослыми с большим интересом. Но что лежит в основе этих явлений? Если вы интересуетесь сверхспособностями человека, то это к святым отцам, и это к истории сотворения самого человека. Изначально Адам, это было, наверное, воплощение всех супергероев, Адама и Евы, и суперспособностей, которые сегодня столько говорят. Все, что было доступно только богоподобному человеку, было дано первозданным людям. Это и видение сущности, предметов и вещей, это умение общаться с животным миром, это и общение с ангельским миром, потому что ангелы были помощниками человека, это и владение стихиями этого мира. Все было дано вот этому тетю Божию, этому чаду Божию на земле. То есть человек был действительно как наследник у царя, как любимое царское дитя, Господь дал ему всю власть на земле. Так и было изначально. То есть все это присуще нашей человеческой изначальной природе. Но когда человек отпал от бога, то естественно и эти способности у него закрылись, потому что тогда они могли бы уже быть использованы во зло. И сегодня дьявол прямо как попытка взломать человеческую природу. Он предлагает с черного хода подключить эти способности не через Божью благодать, а через свою дьявольскую силу. Поэтому все колдуны, все экстрасенсы, люди, которые владеют так называемой сперспособностью, это люди, которые через черный ход, не через праведную жизнь, не через восстановление общения с Богом. Ведь мы знаем, что если человек общается с Господом, если он святой жизни и праведной жизни, Бог может немножко ему сегодня снова приоткрыть какие-то там способности. И не ради его славы или какого-то там, так сказать, успеха в жизни, ни в коем случае, а ради того, чтобы помогать другим людям. Но опять же это у святых людей, у праведных людей. А когда женщина говорит, что мне это по наследству, или меня током ударило, я стала видеть, вот тут сразу насторожиться, скорее всего, это вот через тот самый черный ход у нее проявились вот эти способности. Надо постараться попросить Господа, чтобы он забрал у нее. Потому что, как правило, пример, так сказать, это пример людей, вот этих вот экстрасенсов, они очень много болеют. Они очень много трагически заканчивают жизнь. Потому что попытка восстановить вот эти способности не через Божью благодать, а через общение с духами зла. Они могут называть как угодно этих духов. Ну, это космическая энергия, там, да, значит, учителя, как они их называют, там и так далее. Но мы знаем, кто это такие. Это духи зла, это никакие не инопланетяне, там, да, или космический разум. Вот. Я хотел бы особое внимание обратить военных на этот счет, что мы знаем, что есть такие подразделения в наших силовых ведомствах, которые считают возможность использовать эту силу. Так вот, уже были в истории случаи, когда военные подразделения пытались войти в контакт с этой силой. Мы знаем, что фашистская Германия посылала экспедиции на Тибет с попыткой использовать силу древних, силу древних богов, во имя, так сказать, построения немецкой цивилизации. Но мы знаем, что контакт со злом приводит к тому, что это зло вовсе не становится на службу человеку. Оно человека подчиняет своей воле. В прошлом тоже всегда были небесные колесницы, которые пролетали на землю, оттуда выходили те, кто называли себя богами, и учили человечество жить без единого Отца Небесного, без Бога, а жить на основе тех псевдознаний, лжеименных знаний, которые давали человеку якобы вот эти благодетели. В древности они назывались богами, сегодня они называются представителями высокоразвитых цивилизаций, но суть от этого не изменилась. Это как были падшие духи, так и остались таковыми. Просто сегодня, в силу полной бездуховности общества, просто тотальной. И незнание истории, и незнание хороших трудов на эту тему святых отцов и современных наших православных писателей, таких как Серафим Роуснан, Роуснан прописал на эту тему, очень много. Люди просто могут попасть в обольщение. И так многие попадают, многие надеются, что вот сейчас прилетят инопланетяне и помогут землянам решить свои нравственные проблемы. Это повторение совершенно древней истории, которая была связана еще с допотопными цивилизациями, когда человечество вступало в контакт с нечистой силой и получало от нее некие технологии совершенствования своего земного бытия. Но вы понимаете ведь, что дьявол никогда не делится подлинным знанием. Если он и делится знанием, то делится с ядом, добавляет свой змеиный яд в это знание. Он учит человека астрономии, а параллельно учит астрологии. Учит человека химии, а параллельно учит алхимии. И получается, что люди, получая некое знание о реальных явлениях этого мира, получают и яд оккультизма, яд безбожия. Поэтому, конечно, надо предостерегать всех прикасающихся магии, колдовству, оккультизму, гаданию, астрологии, различного рода оккультным практикам. Не влезай — убьет. Потому что дьявол есть человек-убийца от начала. А хочешь обрести подлинные сверхспособности любви, прежде всего, к людям, надо начинать с духовного совершенства во Христе Иисусе. Тогда Господь даст тебе те способности, которые тебе полезны, не вредны для твоей жизни и для помощи окружающих людей. Мы знаем, что у подобного Серафима Саровского была потрясающая сверхспособность. Это не только чудотворение, а это любовь к каждому человеку. Спасибо, батюшка, за интересную беседу. Присутство Римя достойно Царствия Небесного.